Экологические проблемы постоянно на особом контроле руководства Воронежа. Как известно, среди полутора десятков российских городов-миллионников столицы Черноземья по занимаемой площади входят в пятерку. На плановом совещании в мэрии был рассмотрен вопрос о перспективах развития озелененных территорий общего пользования в 2018 году. В перечне зеленых сон общего пользования на территории города Воронежа, утвержденной постановлением администрации городского округа города Воронеж от 1 апреля 2003 года, номер 669, включено 298 объектов общей площадью 893,9 гектара. Ежегодно по итогам работы Координационного совета по проблемам сохранения и развития зеленого фонда городского округа города Воронеж данный перечень увеличивается в среднем на 15 гектар. При этом 26 зеленых зон общей площадью 91,25 гектар объявлены особо охраняемыми природными территориями местного значения категории садово-парковый ландшафт. В 2018 году планируется продолжить работу по присвоению данного статуса. 31 зелененная территория общей площадью более 230 гектар закреплены для содержания за специализированным муниципальным казенным предприятием экоцентр. Четыре зеленые зоны обслуживаются пользователями участков. 44 озелененных территорий содержатся собственниками занимаемых земельных участков. Остальные зеленые зоны поддерживаются в должном санитарном состоянии комбинатами благоустройств района. Большая программа по развитию озелененных территорий намечена на 2018 год. Одним из основных показателей качества жизни населения является наличие благоустроенных озелененных территорий общего пользования. В связи с этим на 2018 год администрации городского округа город Воронеж запланирован ряд первоочередных мероприятий по обустройству парков и скверов с привлечением различных источников финансирования. В связи с празднованием столетия Воронежского государственного университета перед зданием главного корпуса на университетской площади планируется обустройство нового сквера площадью 0,16 гектар с устройством дорожек, установок скамейк и урн, организацией освещения, озеленением территории с посадкой цветников и газонов. При этом в сквере планируется разместить бюсты лауреатов Нобелевской премии. В настоящее время Управлением экологии направлена заявка для предоставления необходимого финансирования. Запланированы работы по благоустройству сквера Комсомольский в рамках празднования столетия ВЛКСМ. На рассматриваемой территории будут выполнены работы по ремонту детско-игровой и спортивной площадок, плиточного мощения, установке малых архитектурных форм, проведено дополнительное озеленение, установленные урны для раздельного сбора отходов. В парке Дельфин планируется обустроить место отдыха у воды с установкой раздевалок, зонтиков от солнца, оборудование для пляжного волейбола, скамейк и урн. В весенний период будут проведены работы по озеленению сквера путешественников по улице Кольцовская, 4-1, с устройством цветника и газона, посадка зеленых насаждений. Данный сквер был благоустроен Управой Центрального района в 2017 году. Кроме того, по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева прорабатывается вопрос по благоустройству парка культуры и отдыха Орленок. В настоящее время определен перечень необходимых первоначальных работ по обустройству парка, которые включают в себя ремонт фонтана с коммуникациями, ограждение малых архитектурных форм, размещение спортивных тренажеров, обустройство детской игровой площадки, сцены, устройство и ремонт дорожно-тропиночной сети, организацию освещения, уходные работы за зелеными насаждениями. МКП Экоцентр во взаимодействии со структурными подразделениями администрации городского округа проводится детальный расчет сметной стоимости по выполнению данных работ. Временно исполняющий обязанности главы городского округа город Воронеж Вадим Кстенин дал поручение обратить особое внимание на благоустройство территорий в зоне Олимпика, всем известного и любимого места активного отдыха и занятий спортом. Наталья Викторовна, я думаю, что от разработки концепции по комплексному развитию общественного пространства Олимпик мы никуда не уйдем. Вы знаете, что территория, земельные участки были переданы с федерального уровня. У нас есть некие обязательства, которые мы должны выполнять, чтобы эту территорию привести в порядок. Поэтому я прошу Людмилу Александровну Подшивалову, Надежду Петровну обязательно поучаствовать и Наталью Викторовну вас, а Алексею Александровичу координировать этот вопрос. Надо приступить к концепции благоустройства этого общественного пространства. Необходимо учесть вопросы освещения, необходимо учесть вопросы парковок, также необходимы дополнительные мероприятия по спортсооружениям, может быть плоскостным, но мы будем обсуждать, и в том числе и общественное обсуждение проведем этой концепцией, поскольку эта территория пользуется одним из, наверное, самых больших, большой популярностью у горожан. Поэтому и с горожанами мы обсудим тоже ту концепцию, которую мы предложим к реализации. Также необходимо приводить в порядок все стационарные и нестационарные объекты, которые там находятся. Может быть, это будет несколько этапов, но к этой территории мы тоже должны подступиться в этом году. По крайней мере, какие-то вопросы концептуальные и, возможно, рабочего проектирования каких-то сооружений мы должны в этом году начать. Продолжение следует...